На 1 января работал, на свой день рождения работал, гости приехали, все там сапонтуют. А Дима идет в мастерскую, вот ему там комфортно. Что-то комфортно. Но если есть именно рабочие дни, и когда надо делать что-то однотипное или заказ, настолько бывает надоедает, что не грусть, печаль появляется, а ощущение такое, что я обязан делать эту работу и не хочу. То есть это, наверное, одно из недостатков того, что наше увлечение, оно и наша профессия, бывает такие моменты. Но зато в самые печальные дни рождаются самые красивые вещи. Да, в самые такие психованные, напряженные дни идет процесс. То есть потому что выброс этих эмоций, этой энергетики, он идет в это изделие, он туда уходит весь. И ты когда заканчиваешь изделие, вот так родился этот нож с пивнем, с зубом мамонта. Вот он так родился. Он родился реально за полтора дня, там, два дня. Ну тут как раз, да. Как раз мы были на эмоциях, и он пух и вышел. А чем дольше мы работаем над изделием, тем хуже получилось. Вот оно должно вот обхорствовать. У меня тоже, я могу настраиваться. Работаем над изделием, это когда мы именно взяли изделие и начали делать, а не когда оно просто до бумажки записано, если в заказе. То есть именно такой момент. А за последние две недели что-то сделали или ничего? Вот это его только сделали. А вы там еще? Я не смогла закончить ни одну свою работу. У меня просто специфика чуть-чуть другая, хотя у Димы тоже с руками. Я когда работаю с кожей, у меня там очень тонкие линии, у меня трясутся руки, видимо, просто. Ну и плюс так вся связь, все телефоны, все документы, все через меня. Я только сяду. Я максимум, что делала, это такая уже механическая работа, просто по кругу кожу нарезала на полосочки. Вот это я могла делать. Для кнутов. Да, больше я ничего, к сожалению, не смогла сделать за это время. Кто вот ваш клиент в основном? Начиная от студента и заканчивая политикой. Да, пользователи Фейсбука. Ну они, я же говорю, начиная от студента и заканчивая политикой. У нас, наша мастерская какая-то таки может показаться странным, но две четкие группы, вот я для себя их различаю. Это не то, чтобы бедные люди, это люди, которые очень хотят красивые вещи, но, к сожалению, получают минимальную зарплату в нашей стране. То есть мало денег. И мы им и сами делаем скидки, и делаем все равно красивые вещи, стараемся. То есть нету значения, кем он работает. Нет, для меня нет разницы. Человек работает уборщиком, или человек работает где-то там в Раде или еще где-то. Нет разницы, все равно изделия будут качественные. То есть я не люблю вот этих различий, когда кто-то, да, у тебя денег нет, мы тебе сделаем попроще. Нет, это ерунда, так нельзя подходить к работе. Иначе я превращусь в обычного завершения. А вторая, это люди, которые больше коллекционеры, любители, ценители, что-то вот там вот такое вот. Я понимаю, что человек этот вполне возможно заплатит именно ту цену, сколько стоит наш труд. То есть и одно изделие для разных людей может стоить одному 5 тысяч гривен, второму 2 тысячи гривен. Но и люди между собой могут знать даже эту разницу в ценах. Но они при этом понимают прекрасно, почему-то вот так. То, что мы там дерем три шкума. Мы каждому клиенту стараемся подходить персонально. Ну и бойцам, ребятам нашим, мы вообще стараемся что-то бесплатно делать, что-то за маленькие деньги. Где-то нам помогают, нам почти все поставщики помогают. И бесплатно там ребята кожу, например, нам высылают постоянно на наборные ручки и ножны. Мы стараемся максимально удешевить стоимость ножа, чтобы и отправить бойцам, потому что... А сколько уже отправили туда, в фронт? Ну, не считали. Не считали, на самом деле. Ну, как-то я всем поименно делаю. За 4 года работы с ребятами занято очень много изделий. Причем изделий разные. Начиная от обычного ножа и заканчивая катаной. Да и вообще мы решили так, что... Почему мы должны только на боевые изделия делать скидку ребятам? Мы решили, что хочет что-то пафосное и красивое, мы тоже сделаем скидку 20-25%. Потому что каждый имеет право получить красивую вещь и пользоваться ей, и наслаждаться. Это же эстетика. Это эстетическая вещь. Это мужские игрушки. По сути, то есть она работает, ей можно пользоваться, все. Ну, и игрушка. То есть мужская такая, взрослая игрушка. Сейчас вообще пошла тенденция, теперь появились еще мужские бусики. Это эти... Это то, что вот... Фигурки. Вот эти вот. И причем... Вот.